Дождь асфальту не помеха, считают кировские дорожники. В Кирове беда с фонтанами, они не фонтанируют. И, наконец, Шуфутинский перевернул календарь для химиков. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Сильный дождь оказалась не помеха ремонту дорог. На улице Дзержинского рабочие в ливень и с энтузиазмом засыпали яму асфальтобетоном. Дождь. Круто. Только в России так могут. Но и есть у меня подозрение, что такая укладка дороги продержится не очень долго. Улицу Дзержинского ремонтируют не в первый раз. Прошлый ремонт не простоял и года. Весной общественники нашли много брака на дорожном полотне. А вот при таком качестве работы, что-то мне подсказывает, что и в следующем году будет ровно то же самое. Ну и от плохо отремонтированных дорог к дорогам, которые... И дорогами это назвать сложно. Жильцы новостройки на Рудницкого 12 не могут добраться до дома. На грунтовой дороге появились колеи из глины. Там же застройщик оставил булыжники и кирпичи. Ездить по этой дороге не рискуют даже на внедорожниках. Жильцы новостройки боятся, что экстренным службам к их дому не добраться. К нам не сможет проехать ни скорая помощь, и как бы пожар будет. Ну пожарники, может быть, и проедут, но скорой помощи будет затруднен проезд сюда. В администрации обещают сделать дорогу в 2024 году. Жильцы просят хотя бы временно уложить плиты, но на их просьбы никто никак не реагирует. Активисты ОНФ обратились за помощью в администрации. Точно такая же проблема, кстати, в деревне Чукшев Аленского района. Клей из глины там 40 сантиметров в высоту. Ну что ж, городские фонтаны не фонтанируют. Их никак не могут настроить на работу. Кировщане говорят, что площадка возле фонтана в Кочеровском парке превращается в болото. Вода заливается вокруг, оставляя лужи. В сквере 60-летия СССР фонтан не работает до сих пор. Хотя обещали после ремонта включить 21 мая. Кировщане говорят, что чаша фонтана похожа на грязное болото. А в мэрии отвечают, что ремонт проведен. И его включат после проверки гидроизоляции. На герметичность фонтан проверяют сегодня, в самый дождливый день недели. На набережной появилась подзорная труба. На набережной Грин установили подзорную трубу, в которую можно опустить монетку и посмотреть куда-нибудь вдаль. Этот оптический прибор находится рядом с мемориалом Вечный Огонь. В обзоре трубы видна леса, многоэтажки нового района, Титаник. А вот зона пляжа в обзор не попадает. Стоимость просмотра 10 рублей за минуту. Оплатить можно только лишь монетой или по QR-коду. Чудо инженерии на набережной уже заинтересовало прохожих. Видно поля, леса, дома, дома, производственные дома. Ну, за Титаником вижу трубы завода прекрасного. Но поскольку на пляж с помощью этого прибора посмотреть нельзя, сколько продержится этот интерес к этому прибору у кировчан, сложно сказать. Ну и к мировым новостям, которые обязательно связаны с нашим городом. В России изменят систему капитального ремонта многоквартирных домов. Перед созданием графика работ в стране могут ввести обязательное техобследование зданий. Эта мера позволит выявить наиболее изношенные участки и системы дома и отремонтировать в первую очередь именно их, что продлит срок службы жилья. То есть они предлагают еще немножечко усложнить работу фонду капитального ремонта. Следовательно, наш Кировский фонд капитального ремонта, который и так никакие планы выполнить не может, похоже, будет срывать сроки и планы еще эпичнее. Ну а теперь про огромные картины на стенах, которые называются «Муралы». В Южноуральске появился мурал по мотивам картины «Человек с филином». В Пскове появился мурал с изображением Альберта Эйнштейна. На фасаде мурманской школы появился мурал по Северному морскому пути. Но на эти три мурала в разных городах Киров ответит четырьмя муралами в одном городе. Фасады четырех домов в городе украсят этими картинами. Огромные рисунки сделают в особой тематике. На улице Правды 6 мурал будет посвящен спорту. На Советской 73 в Нововятске изобразят семейные ценности. На улице Красина 5 дробь 2 появится мурал на тему экологии. В Первомайском районе дом еще не утвердили, но картина будет в культурной тематике. На реализацию проекта собирают один миллион рублей. Прямо сейчас собрано 280 тысяч. Ну и на всероссийском конкурсе первое место заняла Кировская игрушка. Дворянская игрушка стала победителем первого всероссийского конкурса «Русская народная игрушка». Фестиваль прошел в Казани и собрал работы из 14 регионов страны. Победную, бело-голубую игрушку из глины слепила кировская мастерица Аниса Сизова. Аниса представила на конкурс целую коллекцию дворянской игрушки. Это «Лошадка-качалка», «Свистулька на северном волке» и «Доярка Зоя с коровой». Кировчанка получила диплом лауреата первой степени в номинации «Глиняная игрушка». Ну и еще немножечко культуры. Для химиков спел Шухутинский. Российский шансонье спел специально для кировских мастеров химии 26 мая в ДК Родина. Там специалисты отмечали свой профессиональный праздник. Михаил Шухутинский был приглашенной звездой. Он поздравил биохимиков с праздником и исполнил свой переворачивающий душу и календарь хит. Шухутинский много общался с кировчанами и признался, что в школе у него была тройка по химии. О чем он искренне жалеет. Зрители отметили простоту артиста. Все песни на концерте зал пел вместе со звездой. И вот на этой трогательной ноте на сегодня я хочу закончить. В студии был Роман Корнеев и я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город новости будут. Во. Пока-пока.